Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадная, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Итак, декабрь. Декабрь – время подведения итогов и время прогнозов и планов на будущее. Как каждый из нас, вся наша страна, весь мир, прожили уходящий год? Что влияло на сознание людей в уходящем году? И что можно ожидать, и к чему нужно быть готовым в следующем? Вот об этом в нашей сегодняшней программе у нас в гостях историк, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, главный редактор журнала «Теоретическая история» Григорий Семенович Кваша. И друг нашей программы, я всегда добавляю. Очень рады видеть вас в нашей студии. Я думаю, что когда, Григорий Семенович Кваша, в студии, это значит, что мы будем говорить о новогодних прогнозах с точки зрения геополитики и в терминах «теоретическая история» и «ритмология». Да, именно так. Несколько лет назад мы с вами говорили о вашей новой системе, теоретической истории. Я думаю, что можно немножечко напомнить нашим телезрителям, что это такое, в чем особенность этой системы, которая позволяет делать прогнозы жизни, о жизни страны, всего мира намного вперед. Да. Ну, система не совсем новая, четверть века, цифра солидная. В общем-то, она возникла в тревожные 90-е годы. Можно даже назвать дату. Она возникла, в общем-то, в 89-м году. Кто-то, может быть, помнит. Да, но опубликовали вы ее... Нет, ну, нет, она разрабатывалась достаточно долго. Но в чем прелесть именно того момента, что она не вчера была создана? В том, что с первых же дней, благодаря нашим друзьям, большим журналистам, вот, они требовали от скромного ученого прогнозов. Потому что наука, она живет по своим законам. Я лично не рвался делать прогнозы, но журналисты требовали. Под каждый Новый год приходили и говорят, Григорий Семенович, давайте прогнозы. Я их давал. И вот за четверть века беспрерывного прогнозирования я убедился, что система работает. То есть все основные прогнозы, а некоторые были сделаны на парадоксе. Потому что легко давать прогноз, когда все знают, что будет именно так. Многие прогнозы были сделаны на парадоксе. И все они, как говорится, реализовались в нашей жизни. Поэтому можно сказать, что теоретическая история, как наука, состоялась. В чем ее особенность? Насколько я понимаю, она основана на ритмах. То есть ритмах, которые влияют, они цикличны, они систематичны. И они оказывают влияние на жизнь общества, даже на сознание людей и на каждого человека в отдельности. Что это за ритмы, скажем так? Они как-то сочетаются с космическими ритмами? Боже, сохранили. Или нет? Боже, сохранили. Все знают о космических ритмах. Нет, никаких космических ритмов нет. Если уже совсем кому-то хочется поговорить про космос, есть всего две вещи. Но это не ритмы, это астрономическое явление, с которым трудно спорить. Это сутки, это время вращения Земли вокруг своей оси. И это год, время вращения Земли вокруг Солнца. Вот единственное, что можно сказать о космосе. Наши ритмы гораздо более длинные, скажем, в никаком космосе никакого 12-летнего ритма нет. И 36-летнего ритма нет. Более того, если мы можем говорить, что у человечества более-менее существует некий единый 12-летний ритм, то, скажем, 36-летние и 144-летние циклы, они принадлежат конкретным странам, а вовсе не человечеству. У России свой ритм, у Америки свой ритм. У Украины частично тоже свой ритм. И именно разница в этих ритмах определяет все процессы международной политики, но также и во внутренней политике. Потому что, опять я возвращаюсь к 89-му году, когда я начал давать прогнозы. Кто бы в 89-м и в голодные вот эти 90-е годы мог поверить в тот прогноз, что Россия идет ритмом империи, в которой обязательно и государство, и народ окажется победителями. И я назвал дату, когда начнется вот эта беспрерывная череда побед. Это дата 2013-й год. Вот с 2013-го по 2025-й год Россия, тогда существование, допустим, Путина никто вообще не знал. Был Горбачев, был Ельцин и больше толком никого. Тогда я уже давал прогнозы, что с 2013-го года беспрерывная череда побед. Ну кто тогда мог в это поверить? Ну конечно. Экономика разрушена, народ уезжает, там пакует чемоданы и так далее. Да, в такое время трудно давать оптимистические прогнозы. На парадоксе. На парадоксе, да. Слушайте, а что позволяет вам давать эти прогнозы с такой точностью? Изучение прошлого. Изучение прошлого. Вот прошлое, наше прошлое, там мировое прошлое, оно тоже ритмично. Безусловно. Ритмологично. И это все абсолютно предсказуемо, систематизировано. Да, предсказуемость прошлого, гениальная фраза. Является ли прошлое предсказуемым? Вот что главное. Вот что я пытался журналистам объяснить все эти годы, но они не очень... Объясните нам, пожалуйста. Да, они все говорят, дайте прогнозы на будущее. Я говорю, давайте дадим прогноз на прошлое. Они говорят, мы этого не понимаем, нам это интересно, народу это не интересно. Ну тогда извините, если народу не интересно свое прошлое, значит у него не будет своего будущего. Потому что прошлое и будущее связаны с железными цепями. То есть прошлое дает систему для будущего. Был обнаружен буквально в те же самые годы, в 90-е, так называемый имперский цикл. Их всего во всей истории человечества, там 20 с небольшим. И в частности в истории России было три таких цикла найдено. И было доказано, что в 1881 году, в момент, так сказать, убийства Александра Второго, воцарения Александра Третьего, начался новый имперский цикл, весь смысл которого именно в том, что в далеком тогда еще, в 2013 году, начнутся вот эти блестящие совершенно победы. Причем имен у этих побед еще не было. Я не знал, что имена будут там Пальмира, или там Алеппо, или какие-то другие вещи. Этих имен еще не было. Но факт был в том, что я этот прогноз опубликовал, и он сбывается. То есть тенденция была уже намечена? А почему? Потому что был аналог. А аналогом нашим 36-летию, которое началось в 89-м году, является 36-летие Екатерины Второй, великой, которая одерживала свои блестящие победы при абсолютном молчании Европы. И Европа просто была в изумлении. Никто не мог ничего сделать. Скажите, а каким образом, мы, конечно, поговорим сегодня поподробнее, как эти ритмы, эти периоды действуют на сознание людей? Чисто интуитивно. То есть человек попадает в какой-то ритм, или страна, и ей приходится действовать в соответствии... Что оказывает влияние? Почему происходит... Если это циклично, значит, как-то это оказывает влияние на то, чтобы это было именно так, а не по-другому? Вот смотрите, мы вернемся опять в те же самые времена, с 89-го по 2001-й год. Сейчас мы понимаем, что это были абсолютно страшные времена. Были большие проблемы с деньгами, не выплачивались зарплаты, не выплачивались пенсии, не хватало там у людей денег, чтобы элементарно купить еды. Призывники эшелонными уходили в Чечню, и не все возвращались. Это были ужасные времена. Почему народ в том 12-летии воспринимал все это так спокойно? И это объясняется именно тем, что политическое сознание было у всего народа. Это был политический период, и народ понимал, да, политически это оправдано. Россия собирается, Россия должна выстроить некую вертикаль власти, а народ подождет. То есть вот была психология политического народа. Мы должны подождать, пока страна выстроит вот эту вертикаль власти, которую, собственно, к 2001 году мы и выстроили. То есть получается психология, вот я не знаю, опять же, что-то свыше, или это какой-то цикл, который диктует народу правильное поведение. Да, да. Когда вот организм, он же бережет нас тоже, да? Вот объясните любому западному народу, как можно было все это выдержать. Это был настоящий кошмар. Вот теперь мы это понимаем. Но вы жили в это время в России, я жил в это время в России. Как мы выжили? Мы крутились, мы что-то делали. Но мы понимали, так надо, такой период. Иначе стране конец, и тогда будет только хуже. Гражданская война. Все боялись гражданской войны, из-за этого сидели тихо. Это было политическое сознание. В 2001 году все резко меняется. Ну, достаточно резко меняется. Начинается экономический период, и население, ну пусть инерционно, но очень быстро пропитывается экономической моралью. Нужно зарабатывать, нужно открывать свой бизнес, нужно что-то делать, нужно зарабатывать деньги. И мы стали их зарабатывать. По 6-7% прирастала страна ВВП и так далее за эти годы. То есть, понимаете, что вся наша жизнь, и, конечно же, общественно-политическая, вообще жизнь страны, она подвержена вот этим ритмам определенным, да? И этот ритм, он влияет на жизнь государства и на сознание человека. Да, и сознание каждого отдельного человека, потому что все мы, хотим мы этого или не хотим, мы члены общества. Кто-то член, там, трудового коллектива, кто-то член, там, интернет-сообщества и так далее. Мы все живем в ритме России. И даже многие люди за границей, как это ни парадоксально, живут в ритме России, потому что смотрят российские информационные каналы. Вот оно как. Они живут в ритме Яндекса, в ритме ОРТ, РТР и так далее, и так далее. СГУ-ТВ. Вот вы открыли эти ритмы, да, то есть они существуют, а для чего они нужны тогда? Раз они существуют, и кому они нужны? Кому они нужны? Вопрос. У меня к вам вопрос. Кому они нужны? Они существуют, потому что они существуют. А почему существует Солнце, почему существует Земля? Почему Земля вращается под наклоном у нее ось? То есть это как данность? Нет. Ученого, как правило, эти вопросы, а я все-таки надеюсь, что теоретическая история – это наука. Я ученый, да. Науку эти вопросы, честно говоря, интересуют в третьей, четвертой степени. Кто все это задумал? Кто это все придумал? Ну, назовем это так, что это некие законы самоорганизации общества. То есть общество, которому дали некий метроном, оно в соответствии с этим метрономом самоорганизуется таким образом, что каждая властная группировка, некий слой пришедших к власти держится 36 лет. Независимо от того, империя – это западное государство и восточное. Мы ходим на выборы, нам кажется, что мы кого-то выбираем, а на самом деле элита всегда держится 36 лет. Вот пришли в 1917 году большевики, и большевики досидели до 1953 года. В 1953 году все сменилось. Вот этих старых ленинцев, большевиков, их не осталось. Пришла новая номенклатура. Закончилась сталинская эпоха. Да, закончилась сталинская эпоха, пришла совершенно новая номенклатура, которая уже не очень, так сказать, верила, читала классиков марксизма и ленинизма. Они занимались в основном хозяйственными делами. Очень большие были хозяйственные вопросы решены. Закончилась эта 36-летка в 1989 году, и смело, где эта великая партноменклатура? Ее просто как ветром сдуло. Придут иные, да? Совершенно новые люди пришли, которые опять стоят у власти. Власти 36 лет. То есть это закон самоорганизации. А внутри 36-летий идет в определенной последовательности вот эти периоды. Вот в имперском ритме сначала 12 лет на то, чтобы создать вертикаль власти, потом 12 лет на то, чтобы жирку накопить. Все-таки к 2013-м мы стали намного лучше жить. Что там лукавить? Ну, конечно. ВВП там практически в два раза. Правда, кризисы выбивают иногда из колеи. Вы знаете, Россию экономическими проблемами удивить очень сложно. Может, молодое поколение не знает, что такое праздник, в магазине завезли один сорт сыра. Один. Ну, я думаю, что нас смотрят телезрители, которые помнят это. Помнят, да. Конечно. Да. Не к Новому году будет сказано. У нас есть звонок телезрителей, но прежде я хотела все-таки задать вам вопрос. Вот в канун Нового года люди обычно, конечно, загадывают желание. Вот что купить, что приобрести, какую-то крупную покупку, квартиру, машину, еще что-то. Но встретить человека, создать семью, какие-то личные вопросы. Но вот мне думается, что все-таки самое главное для человека – это здоровье, да, чтобы был здоров сам и твои родные, и близкие. И атмосфера в стране, то есть в том месте, где ты живешь, да, чтобы было мирно, спокойно, предсказуемо, да. Вот когда все хорошо, то и остальные желания, когда есть здоровье, и в стране, в доме все хорошо, в твоем родном, то как бы и все остальное складывается. Поэтому, вот мне кажется, наша сегодняшняя встреча, там, до Нового года не так много осталось времени. И люди же, конечно, думают о том, что будет дальше, да, как жить. Потому что кризис вроде уходит потихоньку, а вроде еще и остается. Есть какие-то неспокойствия, так сказать, в стране, какие-то определенные, да, так сказать, наши места, где в политическом отношении не все так спокойно, как бы хотелось всем. Поэтому вот как жить так предсказуемо, да, чтобы было спокойно, чтобы нас не трясло, как на пороховой бочке, хотя бы подготовить себя к этому. Не, ну, я не до конца с вами согласен. В целом, конечно, хорошо, когда есть спокойствие, когда есть что купить и на что купить, да. Это все, конечно, замечательно. Ну, например, я готов был бы, там, я не знаю, через день от своего ужина отказаться, если бы, например, вот такая вещь вернулась бы хотя бы на 50% качества фильмов, которые снимались вот в предыдущей фазе при советской власти. Вы понимаете, Советский Союз выпускал 100 фильмов в год, из них 10 было шедевром, а еще 30-40 были очень хорошего уровня. Были и плохие фильмы, но их было не больше половины. А сейчас с огромным трудом выбираешь один-два сериала, ну, средненьких. Про фильмы вообще молчу, это смотреть невозможно. Это что, это тоже особенности того ритма? Это особенности, да, потому что, да, у нас не хватало сыра колбасы, но у нас была замечательная совершенно атмосфера в стране, где ученые могли заниматься ученые, наукой, инженеры могли что-то проектировать, кинематографисты спокойно снимать, не думая о том, где добыть денег, как их отбить, как найти спонсора, как спонсора отодвинуть, чтобы он не кричал в ухо, кого снимать и как снимать, вы понимаете? Наступило совершенно новое время, в котором, да, все предсказуемо. Но была же цензура, вспомните, сколько фильмов лежали на полках, как другое. Поразительно, но качество некоторых фильмов из-за наличия цензуры только улучшилось. Вот эта история, допустим, съемки Флоризеля, когда цензура не пустила, так называемая, в кавычках, цензура не пустила фильм, потребовала изменений, эти изменения были внесены, и фильм стал лучше. Нет, это поразительно, что действительно была цензура. Но, понимаете, вот третья фаза, она очень похожа на учеников в присутствии учителя. Есть строгий учитель, и ученики ведут себя дисциплинированно, поднимают руку, по очереди отвечают, учат уроки, если учитель хороший. А вот та фаза, которой мы сейчас, она называется четвертоосвободительная фаза. В ней нет учителя. И ученики в первый момент, что делают ученики, когда нет учителя? Анархия такая, да? Начинается анархия, начинают орать, кричать. Якобы свобода, да? Да, ничего не хотят делать, не учат уроки, и так далее, и так далее. Вот фильм «Окно в Париж», там про это, там школьники подняли запастовку и потребовали. Понимаете, и пока эта группа учеников повзрослеет, пока она самоорганизуется, пока найдет выбор лидера, пока только начнешь что-то делать. Поэтому достаточно... Пока нас ждет вот такая эпоха. Нет, пока все очень бездарно. Писатели бездарные, кинематографисты бездарные, актеры неплохие, но опять актер фигуры второстепенной, нужен кто-то, нужен сценарий хороший, понимаете, поразительно. Вы прямо на основе нашего кинематографа объясняете... И в пишущей стране нет хорошего сценариста, потому что сценарий должен вызреть, он должен возникнуть в голове не очень голодного человека, на которого не кричат домочадцы, давай, давай, зарабатывай деньги. Понимаете, жили в пресс-советской власти изумительные сценаристы, великие, и нам никак нельзя об этом забывать. Давайте послушаем звонок нашего телезрителя, послушаем вопрос, который интересуется нашими людьми. Здравствуйте, Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго здоровья. Спасибо. Григорий Семенович, если можно, ответьте, пожалуйста, а как же тогда о той роли личности в истории, о которой нас всех учили? Как она соизмеряется с ритмами государств? И второй вопрос, сразу боюсь не дозвониться, возможно ли на основе знания исторических ритмов все-таки примирить государство, чтобы не было вот таких страшных конфликтов? Замечательный вопрос, спасибо большое. Примирить разные государства. Примирить разные государства, да. Значит, про лидера. У меня готов для вас вопрос как раз о том, применяют ли вашу теорию на практике. Отличательно. Да, конечно, обязательно. Значит, по поводу лидера. Значит, ритмология такова, что во вторых фазах действительно должен быть харизматик, должен быть лидер. Причем идет как бы, история проводит некий конкурс. Вот в 17-м году как бы условно мы говорим, что проходит конкурс трех харизматиков. Ленин, Троцкий и Сталин. Вроде бы как побеждает Ленин. Вот он наиболее харизматичный, наиболее такой мощный, от него такая энергетика колоссальная идет. Побеждает Ленин, но ценой своего здоровья. Он практически не спит и погибает от достощения. На его место вроде бы должен прийти Троцкий. Но каким-то странным образом вместо Троцкого приходит Сталин, Троцкий из игры выходит. Сталин становится главным харизматиком, фактически живым святым, с именем которого люди идут в бой и умирают. Это особенности второй фазы. Третья фаза, там роль личности, она специально нивелируется. Потому что все прекрасно понимали, что ни Брежнев, ни Хрущев ничего такого особенного не решает. Все решает Политбюро. То есть умышленно. Партия, да? Даже не партия, а основные решения. Да, съезд партии, он был более значим. Были пленумы партии, но все-таки текущую всю работу делал Политбюро. Не отдельный человек, а вот эти самые портреты, которые мы носили на демонстрациях, Политбюро. Это третья фаза. Там всегда триумвираты какие-то, Политбюро какие-то. А четвертая фаза, она немножко инерционная. Государство как бы пожинает плоды выращенного в предыдущих фазах. И в общем-то, вроде бы, лидер вообще не нужен. Вот те самые ученики, от которых ушел учитель. И не нужен никакой лидер, все идет само собой. Но парадокс истории состоит в том, что в четвертой фазе всегда возникает некая символическая фигура. Очень яркая, очень симпатичная. Это обязательно. Потому что во второй фазе может быть злодей такой. Злой Троцкий, злой Сталин. Но Ленин вроде был добр, на самом деле он тоже был злой. Так, между нами. Злой человек. Четвертая фаза, она требует лидера доброго. Такой вот добрый дяденька или добрый тезенька. Или справедливого, да? Да, они фактически ничего не решают, потому что процесс уже запущен, он идет в автоматическом режиме. Они ничего не решают, но они очень красиво возглавляют этот процесс. Екатерина Ивановна II была, конечно, совершенно бесподобной женщиной. В том смысле, что вот она была родная мать, ее так и называли, там, матушка императория. При том, что она всю жизнь говорила с жутким немецким акцентом. Наш теперешний лидер, я думаю, внутри страны, по крайней мере, он удовлетворяет всем критериям именно четвертой фазы. Добрый, симпатичный, а процесс идет, в общем-то, сам. Что касается... У него очень высокий рейтинг во всем мире, то есть его уважают. Нет, ну в России просто 85%. Просто 85%. Причем, я даже могу сказать, где набирается этот рейтинг, потому что, допустим, там, те же моногорода, которые люди просто фактически на плахе голова лежала. И вдруг появилась работа, вдруг заработал ВПК, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть просто... Нас давно поняли, что главное не сыр и не зарплата, а главное безработица. Если в стране будет минимальная безработица, все будет хорошо. Русский человек без работы очень быстро киснет. Поэтому не благополучие нужно, а работа нужно. Работа, работа и работа. Вот Соединенные Штаты, к сожалению, там такая умышленная государственная безработица. Они создали гигантскую, такую, как у нас говорят, не очень такое грамотное слово, халяву, да? Там, у них полстраны живет на халяву. Для русских это смерть, понимаете? То есть на пособие, да? У нас, если человек не работает, он просто замерзает, понимаете? Климат такой, нужно быть в тонусе все время. Что касается конфликтов между странами, значит, этот специальный раздел «Теория» называется «Теория войн». Вышла, на мой взгляд, замечательная книга, которая так и называется «Теория войн». Там объяснено, за счет чего возникают конфликты, доказано, что причина их не экономика, как многие думают, и даже не политика, потому что политика – это внутренняя борьба за власть, а именно идеология. То есть конфликтует, воюет государства, у которых непреодолимые идеологические противоречия. Например, один народ говорит, что Ярослав Мудрый и Владимир Красное Солнышко были щирыми украинцами, а другой говорит, да нет, они были скорее русскими. Вот у этих людей есть непреодолимые, у этих государств, у этих народов непреодолимые противоречия. Вот в 2008 году я предсказал, что конфликт между Украиной и Россией произойдет в рамках между 2013 и 2017 годами. Мы поговорим об этом позже, потому что сейчас без всяких предсказаний у нас уход на рекламу, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы встречаемся с вами незадолго до Нового года и о том, как мы прожили уходящий год и что нас ждет в следующем. Григорий Семенович Кваша у нас сегодня в студии.